Следственным комитетом по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней местной жительницы, занимавшейся проституцией, и 54-летнего военного пенсионера. Также, по мнению следствия, к совершенным преступлениям причастен 45-летний житель города Москвы. Мужчина пытался скрыться, однако вчера вечером он был задержан в центре столицы и в ближайшее время будет доставлен для производства следственных действий в Ярославскую область. Неоднократно привозили девочек из неблагополучных семей Ярославля и Ярославского региона в возрасте от 10 до 14 лет, с которыми подозреваемые вступали в сексуальные контакты. При этом детям платили деньги от 500 рублей до 3000 рублей, дарили золотые украшения и сотовые телефоны. Девочек приводила в зон 19-летняя подозреваемая, подыскивавшая их в семьях своих знакомых и родственников. Точное количество детей, пострадавших от противоправных действий злоумышленников, устанавливается. На сегодняшний день можно вести речь уже о пяти малолетних потерпевших. В ходе осмотра дома были обнаружены и изъяты 9 диски с фильмами порнографического содержания. Для производства предварительного расследования по данному уголовному действию создана следственная группа. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В назначенной экспертизе проводятся допросы и опознания. Планируется предъявление обвинительным фигурантам уголовного отдела и направление в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении третьего подозреваемого, который был задержан вчера. Родители, будьте внимательнее к своим детям. Разговаривайте с ними, узнавайте об их интересах, где гуляют и с кем общаются. Особенно стоит озадачиться, если ваш ребенок приносит домой какие-то посторонние предметы. Например, такие, как деньги, телефон и тому подобное. Субтитры создавал DimaTorzok